Добыча нефти в Башкортостане по итогам прошлого года увеличилась почти на 2%. Нефтепереработка полностью восстановлена. Об этом сообщил Ради Хабиров на заседании комиссии по взаимодействию региона с Башнефтью. Он поблагодарил руководство компаний за плодотворное сотрудничество по части развития отрасли, оперативные решения возникающих вопросов и активную инвестиционную политику. Наш долг это отдать дань благодарности родине башкирской нефти и шимбайской земле. Реализовать здесь хорошие проекты, улучшить социальную инфраструктуру, помочь в решении застарелых проблем. По словам руководства Башнефти, прошлый год стал позитивным для нефтегазовой отрасли. Компания продолжила повышать эффективность добычи нефти, укреплять ресурсную базу предприятий. Основные инвестиции были направлены на поддержание потенциала добычи и модернизацию переработки. Также башкирские нефтяники продолжают реализацию масштабной программы по повышению надежности промысловых трубопроводов. Компания «Ремдизельсна» пополнила перечень резидентов Тассер-Белебей. Предприятие инвестирует почти 14 миллионов в создание завода по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Для реализации этих планов планируется приобрести земельный участок, оборудование, построить цеха по очистке деталей и ремонту агрегатов, а также нанять и обучить персонал. Пока инвестпроект предполагает создание 20 новых рабочих мест, срок его реализации намечен на 2024 год. Напомню, Белебей был признан территорией опережающего социально-экономического развития в 2016 году. Сейчас там работают 23 предприятия. Для резидентов в течение первых трех лет действуют льготы по налогу на прибыль и земельному налогу. Также они могут претендовать на снижение арендной платы за пользование госимуществом и тарифов по страховым взносам. Правительство Башкортостана распределило 1,4 млрд рублей на покупку коммунальной техники. Расходы внесли в республиканскую адресную инвестиционную программу на этот год. Средства получат 9 городов и 54 района. Больше всего выделят Уфе – полмиллиарда рублей. Тоймазинскому району – 42,5 млн. и Шимбайскому – 41 млн. рублей. Меньше всего средств направят Бурзянскому району – 6 млн. рублей. О технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации В Уфе должно быть 2402 единицы техники. По факту Уфа располагает парком коммунальной техники для содержания уличной дорожной сети в составе 528 единиц или 22% от норматива, из которых 404 единицы используются в зимнее время года. Средний процент износа коммунальной техники составляет 75%. Конкурсные процедуры по покупке оборудования планируют провести до 30 марта. Летнюю технику муниципалитеты получат до 1 мая, зимнюю – до 1 июля. В целом, чтобы обеспечить все населенные пункты достаточным количеством техники, необходимо 10 млрд. рублей. 70% жителей Башкортостана считают, что уровень их доходов упал из-за пандемии. Опрос среди соискателей республики провела служба исследований HeadHunter. Чаще других о снижении говорили респонденты в возрасте от 45 лет. Уменьшение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристического и ресторанного бизнеса, высшего менеджмента, работников транспорта и научно-образовательной сферы. Меньше всего сокращение доходов коснулось IT-специалистов. Что касается расходов, почти половина жителей республики тратит до 10% своей зарплаты на лекарства и витамины. 38% населения – на лечение. Молодые люди от 18 до 24 лет тратят на медобслуживание от четверти своих доходов. Среди респондентов старше 45 лет таких только 7%. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. И доллар, и евро сдали позиции. Американская валюта подешевела на 42 копейки. Курс 76,44 руб. И евро на 31 копейку. Курс 86,82. И лучшие обменные курсы – покупка и продажа долларов в БКС-банке за 76,54 и 76,94 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки евро в Совкомбанке за 86,85. Продажа в БКС-банке за 87,10 руб. Это все региональные новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале РБК. РБК.